Смотрите прямо сейчас. Смертельный дефицит. Устала с этим сталкиваться, устала бороться. Почему в стране нет ни вакцин, ни лекарств, без которых не выжить? Время. То, чего практически нет у онкобольных детей. Они уже более года ждут лекарств от государства. Когда же препараты появятся в больницах? Смена караула. Я прошу принять мою відставку. Здравствуй, новое правительство. Я вам покажу, что такое управление держало. Шаткое большинство. Почему сил только коалиции не хватило для перезагрузки Кабмина? Коммунальный переворот. С июля больше не будет жеков. Будем платить больше? Готова ли Украина к коммунальной революции? Вашингтон слезам не верит. Ждать ли Киеву денег от Международного валютного фонда? Или снова откажут? В Соединенных Штатах весенний саммит МВФ? Что взамен? Эксклюзивные подробности. Главные темы в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Это первый за последние месяцы выпуск, когда нам с вами не придется заниматься гаданием. Мол, когда же сменится правительство? Так долго, по воскресеньям, мне приходилось спрашивать об этом политиков. И вот, Яценюка сменил Гройсман. В Кабмине много новых лиц. Хотя часть тех, кто гордо называл себя Камикадзе, и при новом премьере, как ни удивительно, тоже выжили. Знаете, говорят, в Японии семьи Камикадзе получали пожизненное содержание и освобождение от всех налогов. Ну, может, это тоже имелось в виду вот тогда, когда делали громкое заявление о Камикадзе. Ну, как бы то ни было, давайте не будем о прошлом. В истории страны все-таки новая страница. А вот чего теперь ждать от Владимира Гройсмана? И намерены ли с его правительством сотрудничать политики? Об этом спросим сегодня у них самих и расспросим их очень подробно. И пока что к событиям, которые разворачиваются буквально на наших глазах. Давайте посмотрим, что в эти минуты происходит в Вашингтоне. Там сегодня третий день так называемого Spring Meeting, весеннего саммита МВФ. И вот сейчас, в эти минуты, мы получаем картинку из штаб-квартиры Международного валютного фонда. Ну, вот посмотрите, там огромное количество прессы, готовится, видимо, к какому-то заявлению или пресс-конференции. Много делегатов, приехали министры финансов стран большой двадцатки, делегации сотих стран. Кто-то деньги просит, кто-то просто хочет узнать экономические прогнозы, что будет с экономикой в их регионе. Саммит в этом году собрали через несколько дней после панамского офшорного скандала. Ну и понятно, что это наложило свой отпечаток. Ага, я смотрю, даже Кристин Лагард только что появилась. Так что, видимо, сегодня тоже будут важные заявления. Ну, а для нас с вами все же интереснее, что и мадам Лагард, что чиновники МВФ думают, что они скажут о ситуации в нашей стране. И готовы ли они выделить новый транш. И вот теперь, когда новое правительство уже сформировано, и бесконечная Санта-Барбара с отставкой Яйценюка позади, что изменится? По ходу эфира свяжемся с нашим американским корреспондентом Тихоном Дзятко. Все у него узнаем. Он нам подробно все расскажет. Ну, а еще, еще буквально через несколько минут вызовем на связь Юлию Тимошенко. И чуть позже сможем поговорить с новым первым замом премьер-министра, человеком, отвечающим за экономику, Степаном Кубевым. Пока же, давайте вспомним, как провожали Яйценюка и как голосовали за Гройсмана. Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко видела это своими глазами. Спектакль. Ну, просто спектакль. Не сдерживали эмоции народные депутаты, глядя, как пока еще министры собираются в правительственной ложе. Всем было понятно, что это уже последние гастроли. Не боятно только чего ждать. Трагедии или комедии. А получился театр одного актера. Все опять ждали долгой речи с перечислением бесконечных успехов. Но последняя роль оказалась, как никогда, краткой. Ушел картинно, не дождавшись ни голосования за свою отставку, ни выступления президента. Улыбался, пытаясь сохранить лицо и позировал на камеры. Волзалы аплодировали. Вторая половина смотрели удивленно, мол, где здесь повод для оваций. Зачем весь этот пафос, ведь ни реформ, ни перемен. Слов нет. Занавес. Просто занавес. А дальше тон дискуссий, мягко говоря, зашкаливал. Как прорвало противоречия, которые окопились так долго, политики, не сдерживая себя, вынесли на люди. Не сдерживался и Гройсман. То, что вы тут болтаете, это гоньба. Слава Украине! Я вам покажу, что такое управление державы. О поводах поболтать Рада в этот день дала предостаточно. Хватило хотя бы того, что на каких-то пять минут в стране было два правительства одновременно. Новые уже назначили, старые еще не уволили. А когда пробки за увольнение команды из Леника все же нажали, депутаты возмущенно выкрикивали из зала, а мы какого Авакова сейчас уволили? Нового или старого? Потом с места начали кричать по поводу новых кандидатур министров. Потом букеты роз пошли по кругу. Шум, суета, растерянность. И депутаты заволновались, мол, что мы целый день без прерыва. Давайте уже занавес. Но вопросов столько, что не дан тракта. В итоге Гройсмана и его Кабмин Рада поддержала. Коалицию реанимировали специально под это голосование. Есть люди, которые взяли на себя ответственность за то, чтобы страна начала меняться на лучшее. Эти люди вошли в коалицию, в которой нараховывается более 235 человек. Из них 227 в фракции БПП и Народный фронт. Вот только даже за назначение Гройсмана та же коалиция дала всего 206 голосов. Коалиция недеездатна, потому что она не дала 226 голосов, даже за назначение собственного премьер-министра. Питание. Какие реформи могут происходить, если нет 226? Если все голосования без исключения будут ситуативными? Какие реформи могут быть, если сначала собрали списки в уряд, а потом собираются говорить какую-то программу? Честная речь, это покласти на стил подписи, что до створения коалиции по имени, так как створивалась передняя коалиция. Подписи в Краине не предъявили чему, потому что сегодня коалиция будет не на папере створена. Кто поставил свои подписи, так и осталось непонятным. А вот кто дал голоса, не секрет. Группа Ведроджини, к примеру, как говорят о них в парламентских кулуарах, эти люди просто так не голосуют. Так и в этот раз. Нажав кнопки «За», решили сыграть собственный спектакль с претензией на роль. Ожидая получить то, что просят, голосовали за все. Но даже с голосами Ведроджини ту же программу правительства проваливали дважды. Утвердили лишь в третьей попытке. И сами признавали, что дальше непонятно. Ведь голосов может не хватить в любую минуту. Десь будут поддерживать позафракционные, а десь будут поддерживать проевропейские політичные силы, дробнейшие фракции. И я думаю, что с этим запасом парламент еще какой-то час может происнувать. Но это точно не до конца каденции. Голосование за премьер-міністра. 226 голосов коалиция не способна дать. Это тоже проблема. Я снова говорю про это с болем. Почему? Потому что коалиция и уряд должны принимать решения, необходимые для развития государства и общества. Для остановки кризи. Но, на жаль, этого не случится, потому что недостатньо голосов. Потому что все голосования в Раде будут ситуативными. И это огромная проблема. Яка за наступные несколько месяцев будет провоковать, может, и большие кризи в отношениях между Радой и урядом. Десь в травне месяце, когда зайдут первые голосования за урядовые законопроекты, и мы будем видеть реальную картину. Если эти голосования в травне будут, скажем, неэффективными, я думаю, что в червня мы уже будем говорить про достатковые выборы, которые уже будут влитку, а были на начале осени. Об эффективности можно будет судить уже с первых дней. До майских праздников всего ничего. Уже с 25 апреля зал будет пустовать. И у Кабмина Гройсмана, по сути, есть только следующая неделя, чтобы показать, перемены будут. И что страна не зря два месяца смотрела на спектакль под названием «Перезагрузка». Екатерина Лысенко, Сергей Ковалев, Иван Ишкиндер. Подробности недели. Телеканал Интер. Времени действительно не так много. По сути, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница следующей недели. Уже 25 числа в графике Верховной Рады указана работа с избирателями. Ну, видимо, в Канарском или Мальдивском избирательных округах. Может, еще в Баганском регионе страны, куда слуги народа явно сейчас разлетятся с избирателями работать. Ведь все майские. В их рабочем плане указана еще работа в комитетах со 2 по 8 число. Ну, значит, что мы до 10 мая их в стране точно не увидим. Ну, а значит, чтобы показать, что на перемены настроены правительству Гройсмана именно в ближайшие дни, нужно будет подать свои предложения и законопроекты. Вот только услышат ли их депутаты. Об этом мы спросили, спросили лидеров парламентских фракций. И попросили быть краткими. И задали только один вопрос. Поддерживает ли ваша фракция Новый Кабмин? В Баганском. Поддерживает ли ваша фракций? Поставила еще один перерозподіл впливов на потоки людского бюджета между олигархическими силами. Внаслідок этого утворился новый уряд и утворилась новая коалиция. Эта коалиция, возможно, впервые в новой истории Украины, это коалиция репрезентантов олигархично-комерационных групп, которые, возможно, впервые в истории стали дейурой, ответственностью за управление государством, которую они управляют и используются в последние 10-15 лет. Но, с другой стороны, в нашей личности утворилась опозиция. Опозиция именно к этой олигархической системе. И это первый маленький крок до публичного управления. И поэтому я имею маленькую надежду, что этот уряд будет успешней за предыдущий, что к отношению к людям. Я, мы и каждый человек хочет, чтобы этот уряд был успешный. Потому что уряд – это публичная институция, которая должна работать ради качества проживания людей в всей стране. В первую очередь, мы готовы поддерживать инициативы, которые будут развивать украинскую государство. В частности, в галузе, например, контроля за иноземными корпорациями. Это закон, который мы предложили в 2014 году, который бы стал преимущественным процветания офшоров. И этого скандала сегодня не было. Если это будет внесено, мы это поддержимаем. Следующий – это регуляция рынка нафти и газа, что приведет абсолютно до природного снижения тарифов, а не спекуляции вокруг них. И еще одно, и очень важное. Сегодня есть галузь, которую нефункционирование приводит к загибели людей. Это галузь медицины. Протягом двух лет там ничего не произошло. Но мы пошли в опозицию. И сегодня за это достоим, как бедный вторг. Но это наша работа, чтобы создать условия, чтобы уряд боялся и качественно работал. Продолжение следует... И я уверен, что эта сотрудничество с парламентской коалицией будет очень эффективной. Она будет значительно эффективней, чем сотрудничество с предыдущим урядом. Потому что если уряд не сотрудничествует с парламентской коалицией, то не может реформировать. Этот уряд на себя сейчас взял очень большую ответственность. В ответственность за страну в наиважный час. Но мы уверены, мы верим в этот уряд. И мы будем полностью помогать всему пакету реформ, которые будем реализовывать. Что до реформ. Как вчера зазначил премьер-министр, все эти реформи зазначены в нашей коалиційной угодке, которая была подписана в 2014 году при создании коалиции. И мы будем четко двигаться в этом направлении. Была представлена программа уряду, которую мы поддержали. И мы будем уверены и решенько співпрацювать с урядом, как парламент, и поддерживать все инициативы. Это экономическая реформа и судовая реформа, антикорупционная реформа, податковая реформа, социальная реформа. Будем тисно співпрацювать с урядом в поддержке всех этих реформ. А теперь, после того, как была проголосована и канатура нового премьер-министра Володимира Гройсмана, и склад Кабміну, и программу ДІЙ, что позволяет новому складу плідно працювать. Протягом года, в них и мораторий на отставку, будем все легко поддерживать этот уряд, потому что там есть очень много представителей Народного фронта, потому что мы поделяем ответственность, которую взял на себя Порошенко и его фракция, с тем, кто сформировал этот уряд. И будем все делать, чтобы продолжить курс реформ, который начался уряд Яценюка. Мы предполагали все свои усилия для проведения таких необходимых реформ, которые 25 лет не делал жоден уряд. И наше задание в том, чтобы и помогать, но и контролировать, чтобы все реформы, которые будут проводить уже новый уряд, они были в том курсе, который начался уряд Яценюка. Мы считаем, что основные направления деятельности уряда Яценюка мы должны сохранить. Это курс на евроинтеграцию, выполнение условий Ассоциации с Европейским Союзом и зоной свободной торговли, продолжение реформы Министерства юстиции, продолжение реформы Министерства внутренних прав и створения, и завершение реформы полиции, все же таки, обновление судовой системы, и очень много того доброго, которое было сделано и започатковано урядом Яценюка. Мы не голосовали за этот состав правительства. У нас была своя принципиальная позиция. Мы считаем, что не было должной политической оценки действий предыдущего правительства и коалиции в целом, которые давили страну до глубокого политического и экономического кризиса и практически привели к обнищанию людей, их действия. Поэтому мы не голосовали, мы голосовали против. Программы, может быть, самые красивые, привлекательные, самые для людей завлекательные, скажем так даже. Но реализация этих программ, с учетом состава коалиции, правительства, взаимного недоверия, шаткости общей конструкции, она вызывает большие сомнения. Мы уверены, что конструкция коалиции из двух фракций, которая реально имеет 206-208 депутатов и ситуативно будет с кем-то договариваться в зале для того, чтобы подключить для голосования, она не жизнеспособна, не стойка и долго не продержится. Я считаю, что нас ждут неочередные выборы, поскольку сегодняшний парламент не отвечает духу времени и не отвечает на те вопросы, которые реально и действительно волнуют население страны. Мы готовы поддержать любые инициативы, которые будут действительно работать для людей, которые будут связаны с социальной поддержкой, с налоговым законодательством, нужным для предприятий, для промышленности. Все, что связано с экономикой, с облегчением для людей, мы будем поддерживать. Ну вот такие четыре мнения. Позицию пятой парламентской силы Батьковщины мы с вами узнаем прямо сейчас в прямом эфире. Юлия Тимошенко на этой неделе делала много громких заявлений, в том числе и о том, что голоса собирает для обращения в Конституционный суд, чтобы там проверили, насколько законно назначили новое правительство. А Юлия Тимошенко с нами на связи. Пані Юлія, вечер добрый. Видите, мы с вами и в студии в тихий, когда вы до нас приходили, и при таких самых телемостей, как сейчас, много говорили про необходимость отставки уряда Яценюка. Вы в последние недели про это в каждом интервью сказали. Окей, отставка, если бы, отбылась, яценюк больше не премьер. А что дальше делать? Ось вы можете буквально по пунктам сказать? Перше, друге, третье. Я думаю, что раз начнем мы в первую очередь с того, что должна быть сделана полная ревизия всех финансовых выдатков, которые делал уряд Яценюка в всех министерствах и государственных корпорациях. Нам нужно, если мы искаживаем дополнительные доходы в бюджет, все, что было урядом Яценюка коррупционно вкрадено у государства, нужно сейчас, по-перше, зафиксировать документально, а по-друге, требовать этого возвращения. Именно поэтому мы будем буквально в понеделок иниціювать, по-перше, принятие закону про тимчасовую следую комиссию, который даёт право расследовать независимым парламентариям все финансовые потоки уряда Яценюка, где была, на мой взгляд, очень масштабная коррупция. И, по-друге, нам нужно створить тимчасовую следую комиссию в парламенте, где увидят депутаты, независимо от правительных фракций, которые могут иметь фах и желание разобраться в каждой вкрадении урядом Яценюка копийцей из бюджета и из государственных корпораций. Это первое, что нужно делать. Друге, мы запечаткуем очень системное втяжение в жизнь, первочерковых кроков, которые мы разработали вместе с бизнес-форумом Украины. Потому что нам нужно закрывать офшоры. И как раз для закрития офшоров партия «Батьківщина» внесла два законопроекти, которые разработаны с представителями Европейского банка реконструкции и развития. И если эти два законопроекти про деофшоризацию Украины, которые запропонованы мною и партией «Батьківщина», будут втяжены в жизнь, мы найдем сотни миллиардов гривен додатковых доходов до бюджета. Вот чем мы будем заниматься. И третье, уже в понеделок в 14.00 мы попросили министра палива и энергетики, собрати спільную рабочую группу. И я буду персонально, особисто там принимать участь, для того, чтобы проанализовать всю безглуздість, без, скажем, безпорадность и беззместовность тих тарифов, которые поставили людям. Они не обґрунтованы. И будет створена рабочая группа в понеделок, в том числе, разом с министром палива и энергетики, где мы разберемся в каждой капитете, яка покладена в формирование цены на газ, тарифов на тепло, и далее пойдем по всему ланцюжку тарифов. Мы эту тему не залишили. Юлія Володимировна, как вы эту тему будете просувати? Как вы ее не залишите, когда, по сути, вы пошли в опозицию, вы достаточно жестко критикуете саму процедуру обрания нового уряду. В принципе, вы нещодавно, даже в интервью, когда мы с вами встречались, говорили про верогидность новых парламентских выборов. Вот в этих самых умовах я вам маю поставить таке саме запитание, как сегодня четырьм шановным человеком, вашим коллегам, главам фракции мы ставили. Как вы маете, как вы збираете себя, если вы собираете себя, співпрацювать с новым урядом? Ну, на самом деле, вы знаете, что наша команда была прихильником того, чтобы не творить новый ологархический уряд в парламенте, где есть клановая большинство. Потому что это абсолютно контрпродуктивный шлях, и он просто еще приведет до втрати року-часу для наведения порядка в стране. Мы были за достраковые парламентские выборы, которые бы привели до парламенту абсолютно большинство демократичных сил, уже не связанных с ологархией. Но если так сталося, то если этому уряду нужно работать, то нужно из этого уряда просто вырвать те решения и те стратегии и тактики, которые потребуют сегодня каждому украинцу. И направлены как раз на суттевое увеличение доходов родин. На жаль, говорили, дискутировали, торговали в кулуарах только за посадой. И поэтому сегодня нужно констатировать, что изменения влады, как таки, не произошло. Просто поменялись местами деякие чиновники, которые представляют две политические силы. Яценюк, Народный фронт, и Порошенко, блок Петра Порошенко. Вот они поменялись местами, пересели на разные стельцы. Но концепция, сутность их управления, на мой взгляд, изменена не будет. Но это не означает, что нам не нужно докладать усилия. Доброе, спасибо за разговор. Юлия Тимошенко была с нами на связи. Ну, а о том, как видят свою работу в самом Кабмине Гройсмана, мы рассчитывали поговорить лично с премьером. Вот он пока принимает дела, все выходные на работе, так что ему не до тук-шоу, не до эфиров. Но сегодня, чуть позже, мы сможем пообщаться с его первым замом. Степаном Кубевым. Ну, в том числе, явно поговорим и о том, как правительство намерено решать самые важные для нас с вами задачи. А это вы явно со мной согласитесь. Борьба с коррупцией, решение вопроса с тарифами, решение вопроса, как гривну стабилизировать. Не говорю уже, чтобы к восьми вернулось, хотя бы, чтобы ниже нынешней отметки не опустилась, пока транш МВФ не пришел. По идее, все это должно быть прописано в программе действий Кабмина, вот только к этой программе очень много вопросов. Этот самый главный документ, вот скажите, кто писал, неизвестно, сами политики не знают. Пока кандидатуры новых министров утверждали, досогласовывали, новым министрам явно не до этого было. Депутаты так и вообще увидели ее за пять минут до голосования. Более того, в документе нет ничего. Ни у продажи земли, спорный вопрос, больной вопрос, ни о тарифах, с которыми вообще странность. Все признают, что они неподъемные. Все политики обещают их снизить, но ведь и МВФ же есть, который наоборот требует повышать. Но еще, еще очень скоро на наши с вами плечи не только оплата коммуналки упадет. Содержание и высоток, и развалюх уже с 1 июля в обязательном порядке хотят отдать нам с вами. Вот только если новостройки их жильцы примут, примут с удовольствием, соседи там побогаче, то с хрущевками что делать? Павлина Василенко о предстоящей коммунальной революции. Украина на пороге коммунальной революции. Осталось всего два с половиной месяца, чтобы сказать до свидания советскому наследству ЖЭКам и его начальникам, которых даже в киноклассике увековечили. А у нас управдом, друг человека. На смену ЖЭКам должны прийти объединения совладельцев многоквартирных домов. Коротко ОСМД, когда ты сам себе хозяин. В этом Ивано-Франковском доме житель второго этажа все понял буквально. Революцию начал из-за мелочи. Из окна сделал двери. Не хотел платить за домофон. Как объединяться с таким соседом? Целый дом теперь ломает голову. Но сколько таких соседей со странностями по всей Украине? Не так сложно собирать документы, как сложно убедить самих жильцов объединиться. За плечами агентгруппы этого киевского дома представьте семь месяцев уговоров. Методы от поздних собраний до съезда всего дома с пикником на природе. На днях они получат свидетельство о регистрации ОСМД. Смогут подавать заявки на кредиты от мэрии и гранты от Евросоюза. Но не праздник с блинчиками на природе, не рассказывая о светлом коммунальном будущем, некоторых жителей не убедили. Спорят до сих пор. Если был ЖЭК, что-то делал. А так ОСББ это, наверное, да. ЖЭК на Росше сделает? ЖЭК? Ну, хотели бы что-то. Поди собери на Росше, чтобы что-то могли как-то куда-то сделать. Кто-то на это подпишется, но никогда в жизни. Во Львове местный коммунальный ревком решил проводить городские ликбезы. Главный посыл смело товарищи в ногу. Пройдет какой-то час, у вас перестанут вывозки с митя, у вас подъезды будут в ровно, у вас в подвалах заведут кашури. Коммунальные страшилки делают свое дело. В этой девятиэтажке ЖЭК уже не верят. Жильцы собираются хозяйничать не только в квартирах, но и в подъездах, на чердаках и в подвалах. Горячая труба там прорвала, вот она течет, все с квартиры течет, вот, течет вот по этому, по лифтовой шарке получается. влияет на электрику. А ЖЭК что-то вам было? А ничего, он все согласен нормам. Опыт бывалых революционеров. После создания объединения жильцов всегда возникает вопрос, повышать или нет тарифы. Но здесь за вас уже не решает город. Цена вопроса двор вам метет один дворник или целая футбольная команда. Думайте сами. Через то, что сейчас проходит Украина, давно прошла соседняя Польша. Поляков просто поставили перед фактом вы должны объединиться. Пани Элла с гордостью показывает свой дом в центре Варшавы. За последние пять лет поменяли водопровод, канализацию, газовые трубы, застелили крышу. Сейчас собирают деньги на лифт и центральное отопление. Жильцы сами выбирают себе подрядчиков. Если не нравится сервис, договор разрывают. Раньше нас это вообще не интересовало. Каждый жил, так сказать, в своем домике. А сейчас жильцы сами решают, чего хотят. На содержание своего дома жильцы платят по польским меркам копейки. Но практичные поляки нашли, на чем еще можно зарабатывать деньги. Под нами ночной клуб. Он платит около тысячи злотых. Это 260 долларов в месяц. И они также участвуют во всех ремонтах в доме. Думаем построить еще один этаж и продать. Если с большими и новыми домами в Украине все более-менее понятно, то что делать с прогнившими бараками и старыми хрущевками тот еще вопрос. На их обслуживание денег жильцов явно не хватит. Та же проблема и в маленьких городках, где зарплат даже на продукты не хватает. Городок Иванков в 80 километрах от Киева. 11 тысяч жителей, около 100 многоэтажек и один на всех ЖЭК. И здесь о надвигающейся коммунальной революции пока еще ни сном, ни духом. В Иванкове революционной идеей найти замену ЖЭКу Виталию в воздухе еще пару лет назад. На собрание тогда пришло несколько человек и все затихло. Как оно будет? Не понимаю дальше. Сам выходим, сам метим, сам загребаем, сам выносим и за что мы гроши платим тоже невидимо. Тут никакие ликбезы не помогают. Никто объединение совладельцев жилья создавать не собирается. Скоро в Иванкове будут сочинять новые частушки о ЖЭКах, которые стали куками. Так будут сокращенно называться коммунальные управляющие компании. Мэрии их просто назначат тем, кто не создаст объединение жильцов. Власти обещают, что куки ЖЭКи будут конкурировать между собой и предлагать выгодные условия и хороший сервис. Но при этом разводят руками. Так ли это будет на самом деле? Есть сомнения. Получается, что коммунальный переворот может просто закончиться банальной сменой табличек на старом здании ЖЭКа. Павлина Василенко, Ирина Дьяченко, Елена Зорина, Жанна Дудчак, Галина Якушко, Слава Фролов и Максим Чеблин. Подробности недели телеканал Интер. Вот такие перемены нас с вами ждут. Но если коммунальными проблемами в новом правительстве все-таки есть кому заниматься, ну, как-никак министр ЖКХ утвержден, работает, да еще и в статусе вице-премьера, то здравоохранением похоже руководить до сих пор никто не решился. В 20 из 23 кресел в Кабмине Гройсмана очень долго не могли занять три. Не могли найти руководителей экономического ведомства, Министерства энергетики и как раз не было того, кто отвечает за медицину. Последнее кресло даже к моменту голосования за новое правительство в Раде оставалось пустым. За время коалициады назывались разные фамилии и профессиональных врачей, и профессиональных политиков. Кто-то сам просился, кому-то предлагали и настойчиво, но в итоге от должности министра отказались, вот не поверите, 15 человек да-да-да сами отказались. И главное кресло Минздрава пока так и остается пустым. Учитывая, что предыдущий министр еще летом прошлого года заявил об отставке, хоть и не был уволен, проблемы там накапливались, как снежный ком. Взять хотя бы лекарства. Да, Квиташвили боролся с тендерной мафией, и закупки теперь отдали международным организациям. Честь и хвала. Вот только почему вместе с посредниками пропали и сами лекарства. Коробочки, которые вот мне в студию принесли, которые у меня сейчас в руках, они просто на вес золота. Вот это противоопухолевое лекарство. А вот этот препарат используют во время и после химиотерапии. Он к больным малышам после сложнейших процедур. Вот без этого лекарства не выжить, не восстановиться. Нас то удивительно, деньги для закупок этих препаратов в бюджете есть, их даже перечислили международным посредникам. Но только представьте, больше года лекарства в больнице не поступали. Почему? Алла Матюшок как раз об этом. Ты любишь маму? Поцелуешь? Вередливый, постойно ему погано. паше всего два. Из них полтора он провел в больницах. Рак крови каждый день химиотерапия. Необходимых восьми препаратов держава забеспечена стихи двумя. Было такое, что совсем не было таблеток, и мы позучали. Лекарства заказывают в Германии, Венгрии, Беларуси. Бывает, единственным выходом остается черный рынок. Но есть риск, что препарат окажется подделкой. Вот, например, вот этот антибиотик Вилокс, он куплен исключительно волонтерами. Значит, ну, флакон этого препарата стоит, ну, около двух тысяч гривен в день. Порой одна ампула может спасти жизнь. Ведь лечение прерывать нельзя, и в 90% случаев рак крови излечивается. Я днями лежал, и почти ничего не ел из-за того, что я не мог. Голова болела. Потом отсюда в первый же день. Потом со спины. Сейчас я себя хорошо чувствую. Так сегодня выглядит больничный шкаф главной детской клиники страны. Почти все медпрепараты от волонтеров, полки для лекарств от государства пустые. Только представьте, за полтора года из всего списка не поступило ни одной ампулы за бюджетные деньги. Семи противоопухолевых препаратов, которые входят в стандартную программу лечения лимфобластного лейкоза, в настоящий момент по госзакупке у меня есть только три препарата для стимуляции кроветворения. Их тоже вынуждены сейчас покупать волонтеры. Уже когда начинаешь об этом думать, становится как-то очень не по себе. получить лекарства от государства лотерея и шанс выиграть есть у немногих. В пять лет Ирину переливая кровь заразили вирусом гепатита В и С. Вот уже 20 лет она стоит в очереди на лечение государства. Бюджет как бы утвержден. Бюджет он очень маленький. Один из десяти получит как бы эту терапию. И не факт, что я буду одной из десяти, кто попадет на нее. Устала с этим сталкиваться, устала бороться. Нет лекарств для больных гемофилией, туберкулезом, ВИЧ. Этот список можно долго продолжать. Нет и вакцин для прививок. Дефицит усилился, когда только появилась надежда, что вечные проблемы с лекарствами закончатся. Так последние десять лет выглядела цепочка закупок. Минздрав приобретал препараты не у производителя, а у фирмы прокладки по завышенным ценам. Налево уходило до 50% бюджетных денег. С этого года механизм изменили. Закупки поручили международным организациям с именем. Это обычная европейская практика. Министерство перечисляет им деньги и они закупают препараты напрямую у производителя. Так называемые откаты исключаются. Все бы хорошо, но переход на новую систему затянулся. Новые приказы, распоряжения, деньги за прошлый год Минздрав перечислил лишь в декабре. И вот только три дня назад в Киев доставили первую партию лекарств от ЮНИСЕФ. Отлично, здесь холодно. Эти препараты для ВИЧ-инфицированных пациентов мы выполнили заказ правительства. 14 из 33 были закуплены дешевле, чем в прошлые годы. Лишь на этой партии сэкономили более миллиона долларов. Через несколько дней должна прийти следующая. Впрочем, то, что эти препараты и вакцины уже есть на складе Минздрава, вовсе не означает, что они скоро появятся в больницах. Шесть из восьми вакцин еще не зарегистрированы в Украине. Украина проверяет препараты, зарегистрированные в Евросоюзе. Ну, что это за бред? Все теперь зависит от этих маленьких чинов. Государственный экспертный центр сидит и думает, выдать им справку или не выдать. Новая схема закупок нравится не всем. Посредники, которые получали прибыль, и чиновники, пилившие бюджеты, сейчас пытаются сорвать процесс. Взятки и откаты, запущенная болезнь украинской медицины. Война за деньги. Конкретно говорят, в этом году международные закупки будут завалены. И мы дальше будем работать по-старому в этой стране. Про ООН сэкономила Украине около 7 миллионов долларов на закупки противотуберкулезных препаратов. Мы посчитали, что где-то 28 тысяч пациентов получат дополнительное лечение. Это все коррупционная маржа, которая всегда оседала в карманах этих прокладов. То, что коррупция среди своих же признают и в Минздраве. Но вот бороться с ней еще не научились. Мы встречаемся с дистрибьюторами Министерства охраны здоровья и международными организациями, чтобы улучшить ситуацию. С первого раза это не совсем удается сделать сейчас, но я уверен, что в 16-м году закупки будут проходить напрямую у производника. Цифра, которая поражает. Тысячи гривен. Это все, что государство выделяет на медицинское обеспечение одного человека в год. Нехитрые подсчеты. На лечение может рассчитывать только каждый третий украинец. Когда появятся лекарства и вакцины, и хватит ли их на всех, это станет тестом для нового министра здравоохранения. Сломает ли он старые схемы или бюджет все так же будут пилить. Заложниками этой пагубной министерской традиции остаются пациенты. У больных времени ждать не осталось. Очень сложно сохранить надежду, когда ее постоянно отбирают. Но пока государственные поставки затягиваются, люди вынуждены покупать лекарства за свой счет, а цены бешеные. При этом завышены они в разы, так заявил новый премьер Владимир Гройсман и дал Минздраву неделю, чтобы расписать предложение, как цены на лекарства снизить. Ну а еще новому правительству придется выработать стратегию развития бизнеса. Понятно, что без восстановления нормальной работы украинских предприятий невозможен и экономический рост. На одних кредитах МВФ не продержишься, понятно это. А вот что сам бизнес ждет от Кабмина Гройсмана? В эту пятницу крупнейшее бизнес-объединение страны Федерация работодателей обратилась к новому правительству с письмом. Крупнейшие украинские бизнесмены предлагают правительству начать диалог, а еще сформулировали ряд шагов для того, чтобы стабилизировать экономику. Что конкретно отечественный бизнес ждет от Кабмина Гройсмана? В интервью главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Фирташа с ним поговорила моя коллега Татьяна Лугунова. Дмитрий Васильевич, ну безусловно главная политическая новость недели в Украине это формирование нового правительства избрание нового премьера. Переговоры были очень непростыми, но в итоге политикам все-таки удалось договориться. В Украине есть новый Кабмин, новый премьер Владимир Гройсман. Чего бизнес ждет от нового правительства? В первую очередь я считаю, что хорошо, что произошла эта смена по той причине, что это действительно Санта-Барбара уже все не устали, потому что действительно этот процесс уход премьера не уход премьера, оно каждый днем все усовывал процесс. Во-первых, эти политические торги, которые происходили, даже видя, что отправляя премьера в отставку, они все равно говорили о том, что там положительная его работа. Такого правительства за 20 с чем-то лет у нас еще не было. Когда премьер-министр и правительство абсолютно оторвано от реальной жизни, оторвано от того, что происходит в производстве, что происходит в бизнесе, что происходит в стране, и поэтому, я думаю, тут даже нечего оценивать, ситуация катастрофическая. Что касается нового правительства, я надеюсь, что у нового премьера хватит мужества и силы справиться с этой задачей и сделать этот оркестр, чтобы он управлялся одним дирижером и чтобы он мог работать. Что мы ждем как федерация? Мы ждем от премьера, чтобы он восстановил трехстороннее соглашение, где правительство, профсоюзы и работодатели ведут работу, потому что в душе правительство этого не делало, они абсолютно от этого отказались. И я думаю, мы получили следствие от того, что мы увидели. Это связано с тем, что нет, не работала экономика, не работало ничего, потому что правительство было оторвано от реального сектора. Второе, я думаю, что было бы очень важно, чего мы ждем от премьера, чтобы он обратил внимание на ту программу, которую разработала Федерация работодателей совместно с профсоюзами, с Агентством по модернизации, с Академией наук. Я считаю, что это действительно серьезная программа. Мы разработали 26 шагов, которых непосредственно необходимо сделать. И мы внесли уже в парламент порядка пяти законов, которые нужно немедленно принимать и голосовать для того, чтобы решать эти вопросы. Вы только что упомянули программу и план по модернизации, который разработан Федерацией работодателей Украины. Какие основные пункты можно выделить? Начнем с экспорта. Очевидно, понятно, что сегодня обвалилась гривна. Она обвалилась не просто так, потому что не работает экспорт. И для нас абсолютно понятно, что нам нужно увеличить всю работу промышленности и все создание, чтобы заработал экспорт. Потому что, если не заработает экспорт, не будет никакого решения, не будет движения. То, что мы подписали ассоциацию с ЕС, это хорошее дело. Но если мы посмотрим по квотам, которые мы получили сегодня, ну давайте представим себе картину. Страна, которая производит порядка 80 миллионов тонн зерна, получила квоту только на 4 тысячи тонн муки. Это смешно. Это не может быть. Поэтому я считаю, что это один из таких ключевых вещей, которых надо сегодня работать и разрабатывать, чтобы сделать, скажем, те движения, чтобы увеличить производство, чтобы получить больше квоты. Для того, чтобы работать с ЕС и больше получить, надо начинать лоббировать себя, надо объясняться. И не только с ЕС, надо снять все запреты, которые были сделаны по поводу России и таможенного союза. Потому что я говорил, что для нас очень важно и та, и другая часть рынка. То есть нам надо пересмотреть все свои запреты, убрать политические амбиции, а посмотреть, что надо сделать для того, чтобы заработала экономика. Сейчас многие украинцы не ждут, пока страна интегрируется в Евросоюз, делают это сами, иными словами, просто эмигрируют в страны Евросоюза. И, как правило, последняя тенденция такова, что уезжают молодые люди с высшим образованием, со знанием иностранных языков, специалисты в той или иной отрасли. Как их можно остановить и убедить, что и в Украине есть перспектива? Это самая большая проблема, потому что эмигрируют действительно люди, которые могут работать на страну, которые этой стране помогали 20 лет, которые имели малый и средний бизнес. Уезжают, как правило, те, кто имеет какие-то деньги и могут себя найти где-то здесь, в Европе и прожить. И я считаю, что это один из пунктов, о котором мы, как федерация, говорим, что надо с правительством рассмотреть эту задачу и найти те решения, которые необходимы, чтобы никто никуда не уезжал. А чтобы не уезжал, надо делать простую вещь, надо дать уверенность завтрашним днем в этой стране. Если мы не дадим уверенности, если мы не скажем, что здесь есть будущее, то мы их не удержим по-другому. Вот вы говорили о программе модернизации, которая разработана Федерацией работодателей Украины, о тех 20 шагах, которые можно реализовать. Допустим, мы предположим, что они реализованы. Как быстро мы почувствуем эффект? Как быстро может измениться жизнь простого украинца? Я думаю, что мы можем получить эффект, уже начиная до конца года этого. Я думаю, в чем это будет выражаться? Это будет выражаться в количестве рабочих мест, которые будут подновляться. Это будет выражаться в заработных платах. Это будет выражаться по увеличению пенсии. То есть это конкретные механизмы, это не просто слова. Это каждый шаг, он имеет за собой следствие-последствия, которые дают возможность увеличения того или другого. И социальной части, и школы, и бюджета, и роста. Потому что у нашей пары, например, есть такое понимание, рост ВВП 5%. Это очень важный показатель. А прощались уже правительство? Мы сделали ряд заявлений, мы продиктовали все тезисы, которые мы хотим, они висят на сайте Федерации Работодателей. Мы сделали обращение к премьеру. Я надеюсь, что сейчас пару дней, 3-4 дня, неделю премьер пускай освоится, и посмотрим, какие будут его первые шаги. Будет он работать или нет. Услышит он нас или не услышит. О политике обязательно поговорим далее, а также о коррупции. Все это будет ровно через 11 минут после рекламы. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вечер добрый. Это подробности недели, вторая часть программы. Я, Дмитрий Анопченко, мы возвращаемся в прямой эфир. Ну вот я, как и вы, за время рекламы успел сходить чай себе сделать. Согласитесь, раньше попкорном нужно было запасаться, когда мы с вами садились смотреть новости, а в них бесконечная история об отставке Яценюка, который вроде и за кресло не держался, но все, никак не хотел уходить. Ну а сейчас можно спокойно за чашкой чая уже абсолютно о другом поговорить. О будущем, о том, что страну ждет и всех нас. Поэтому в этом часе узнаем у новых министров их предпочтения, планы и приоритеты, мы детально их расспросили. И еще одна тема, не пропустите, коррупция и рост преступности. Детально поговорим. Ну а начнем, начнем с того, что происходит просто в эти минуты в Вашингтон. Там третий день весенней встречи МВФ. Саммита МВФ, где обычно и принимаются все ключевые решения на ближайшие полгода. До осени. Ну, там сейчас первые лица. Я знаю, что мы должны картинку получать. Да, давайте глянем, что там сейчас происходит около штаб-квартиры. Дайте видео, пожалуйста. Ага, ну вот посмотрите. Там сейчас первые лица, в том числе министры финансов, большой двадцатки, поэтому усиленные меры безопасности перекрыли даже территорию на несколько кварталов вокруг штаб-квартиры МВФ и штаб-квартиры Всемирного банка. Вот где-то в этом здании сейчас и украинская делегация, и поэтому поясню, почему мы с этого начинаем час, почему для нас с вами эта встреча так важна. Страна с прошлого лета, без транша. Кредит обещали осенью, потом дали обещание выделить этой зимой, но вот уже май скоро. А денег из Вашингтона так и нет. Чтобы расставить все точки над «и», вот сюда, в штаб-квартиру, в Вашингтон, на саммит, и решила отправиться украинская делегация, знаете, расскажу вам достаточно интересную историю. Я не так давно сам был в Вашингтоне, так вот, в высоких кабинетах мне рассказали, что удивлены тем, сколько украинских чиновников прислали заявки, мол, хотят приехать. Один министр плюс шесть человек, другой первый руководитель плюс семь человек, всем нужен авиаперелет, все дорогой отель в центре хотели. Мне рассказывали даже, что министр экономики Абрамявичус тоже прислал заявку. Заявление об увольнении он написал, на кабминах его не видели, Яценюк даже к прессе обращался, мол, министр прогуливает, но как только в Вашингтон ехать, то мгновенно нашелся. Но в итоге, весенняя встреча МВФ все-таки пришлась на разгар украинского правительственного кризиса, и многие из тех, кто собирались, не поехали. А те, кто поехал, та же Ереська, непонятно, в каком статусе сейчас ведет переговоры. Вот давайте все об МВФ, о транше, о том, что важно для нас с вами, узнаем прямо сейчас у нашего американского корреспондента Тихона Дзятко, он на связи из штаб-квартиры МВФ. Тихон, вечер добрый. Простой вопрос, прямой вопрос, сколько же человек в итоге все-таки приехали, и кто именно? Дмитрий, в итоге, по крайней мере, в этом уверяли журналистов, делегация получилась очень небольшой. Глава НОЦбанка Гонтарева, ее зам, посол Украины в США Чала и Наталья Ерейская без своего окружения. Что интересно, в Вашингтон она улетала действующим министром финансов, а выступала в американской столице с лекцией об украинских реформах уже как бывший министр. Однако именно она все это время была главным переговорщиком и продолжала проводить эти переговоры даже после увольнения кабинета министров Яценюка. Это объясняли так, в отставку она отправлена политически, однако технически еще нет. Дела не передала, потому имеет право представлять украинское правительство, принимать решения, ну и, собственно, участвовать в этих переговорах. С журналистами, кстати, она отказалась общаться, сказав лишь, что продолжает работать, это цитата. Так что визит, который украинские чиновники готовили с такой помпой, в результате оказался скромной рабочей поездкой. Причем скромной еще и по расходам. В какой гостинице остановились украинские участники в весенней встрече МВФ, они не признаются, но уверяют, в целях экономии все действительно было очень скромно. Коллега, ну вот чиновники уверяют, что все скромно, хорошо, а результаты не оказались такими же скромными. Вот хоть что-то конкретное нашей делегации сказали, когда будет новый транш. Известно? Ну, если в Киеве и были вы люди, что после смены правительства моментально все наладится, то теперь, похоже, стоит от них отказываться, от этих иллюзий, МВФ приветствует тот факт, что политический кризис в Украине вроде как завершен, но о том, что Киеву теперь сразу выдадут новый транш финансовой помощи, который так ждут украинские власти, пока речи не идет. Показательный факт, кстати, об Украине. Чиновники Международного валютного фонда или говорили крайне осторожно, или вовсе избегали говорить. Кристин Лагард, глава МВФ, ограничилась общей фразой, сказав лишь, что готова работать с новым украинским правительством. Европейского департамента фонда, хоть и был многословнее, но высказался примерно в том же ключе. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать Украину, а также ожидаем встречи с новым украинским правительством. С прежним кадмином мы достигли соглашения о том, какие необходимо проводить реформы, так что есть хороший фундамент для их реализации. Но теперь необходимо, чтобы новое правительство подтвердило эти договоренности. Если это произойдет, я думаю, скоро программа может быть пересмотрена. Другими словами, осталось ощущение, что в МВФ по-прежнему надеется, что ситуация в Украине начнет кардинально меняться, однако не готовы больше реагировать на заявления и обещания, а ждут конкретных шагов. Дмитрий. Тихон, ну, наверное, в первую очередь ждут и конкретных результатов в борьбе с коррупцией, правда? Ну, а с коррупцией не все так просто у нас. С одной стороны, бизнес жалуется, что взятки только выросли, с другой, дадим должное, есть и громкие аресты. Ну, вот даже сегодня. Просто сегодня суд отправил под арест на два месяца мэра Выжгорода, одного из городов-сателлит в Киеве. И снова взятка. В сообщениях СМИ речь идет о, задумайтесь, миллионе евро. Рекордная сумма. Именно миллион мэр Алексей Момот якобы требовал у одной из строительных компаний. И это уже дело не районного масштаба. Проблема вышла и на политический уровень, поскольку такие детали всплыли. Все подробности в материале Оксаны Григорьевой. Печерский суд второй день подряд здесь продолжают рассматривать дело Алексея Момота, мэра Выжгорода, члена партии Воля и соратника народных депутатов Юрия Деревянко, Егора Соболева и Виктории Сюмар. Момота на этой неделе задержали при получении взятки. Аргументы стороны защиты судья счел неубедительными. На залог нет денег, заявил городской голова Выжгорода. Он остается в тюрьме. Мы надавали в якости доказы доведку его про заработную плату. Это всего за пів року у него там 46 тисяч гривень. По справкам, зарплата мэра может и была маленькая, но какие деньги на самом деле оседали в карманах Момота, предстоит еще разбираться следствию. Під час вымагання та одержання хабаря загальну сумою один миллион євро затриманный мэр міста Выжгорода. Він был затриман під час отримання частини хабаря в размері 200 тисяч євро, який через посередники вымагав за перехід майнових прав на нежилу нерухомість. Миллион євро это, пожалуй, самая большая взятка в истории Украины. Многоходовка службы безопасности. Кроме Момота задержали еще четырех посередников. В отделении банка они пытались положить на счет 200 тисяч євро. Еще одного подельника мэра взяли в ресторане. Ему представитель застройщика как раз передавал документы на право владения почти тремя тысячами квадратных метров. В чому відбувалися замагання хабаря? Це з боку мэра це погодження документів щодо будівельних, щодо будівництва будинків, це надання дозволів на підключення мереж, тобто коммунікації, електроенергії. Це той самий скандальний участок землі в центре Вышгорода. Именно за своє содействие в застройці микрорайона Момот і попросив один мільйон євро. Компетенція генподрядчика, і деталями, да, деталями, скажімо так, цього відбування, цінденту, я не владиваю. Вышгородські депутати розділілись. Одні підтримують Момота. Це не дуже подобається деяким бізнес-колам, які за багато років звикли отримувати надприбутки. Другі кажуть, в Вышгороді все выглядит совсем інакше. Можливо, було вимагання хабаря, і люди ті, з кого вимагали, пішли в органи і організували таку підставу для команди, яка брала ці гроші. Вышгород – це не просто провинціальний міст. До Києва рукой подати. Всього каких-то 5 кілометрів. Стоимость землі здесь даже в нынешніе. Кризисные времена більше 3 тисяч доларів за сотку. І квартири чуть-чуть не дотягивають до цен на столичну недвижимость. За денежне місто городського голови на выборах в октябрі прошлого року развернулася настоящая борьба. За останні дві сесії міської ради ми виявили і повернули місту більше 7 гектарів земель, які були відведені такими сумнівними оборудками. Так Алексей Момот агитировал жителів Вышгорода проголосувати за нього. Видимо, що строительна тема всегда входила в сферу його інтересів. Хоча, говоря о земле, тогда ще депутат Горсовета забыл і не захотіло розповідати розповідати збирателям о своїх двох судимостях. Момот от партиї Воля я вже сидел в 90-х годах за кражу з проникновенням це знало весь Вышгород. Второй срок 5 лет по той же статье. Отсидев 3 года попал под амнистию. Вот документы подтверждающие кримінальний шлейф Момота. Почему не рассказывал своим избирателям о столь насыщенной биографії Момот отвечає так. У меня защитник рекомендує не давати пока на данному этапі комментарии, поэтому извините. Это не просто громкое дело, оно еще і з политическим подтекстом. Момота не назначали, а избирали. І якщо він шел від партиї Воля, то ответственность за нього повинні нести і однопартийці. Наприклад, нардепи Деревянка, Сюмар і Соболів, предвиборними лозунгами котрих були люстрація і боротьба з коррупцією. Зато партия Воля активно розповіла в тому числі і на своєм сайте, як зробити життя людей лучше, призывая перестати кормити чиновників і розбазаривати землю. Вот тільки слова почему-то з делом розходяться. Те, що трапилося, не є випадковістю. І що зараз деякі політичні сили, деякі коррумповані структур починають тиснути на суд для того, щоб припинити розділ цієї справи. Слід нагадати те, що корупціонери вигадують всі нові схеми, з якими вони намагаються заховати свої злочинні дії. Поки мэр остається за решеткою, у жителі історія о мільйонній взятки. Главна тема для розговорів. Думаю, що якісь старі люди, тіше, щось хочуть від нього. Не прошло і полгода після виборів, і вже. Одно понятно, в Выжгороді спокійство наступить ще нескоро. Якщо суд признає Момота виновним, то в городі запахнеть досрочними выборами городського голови. Інтересно, пійдет ли на них знову партия воля? І будуть ли політики Соболів, Сюмар і Деревянко підтримувати нового претендента на кресло мэра? Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Выжгород, Київ. Подробності недели, Телеканал Интер. І давайте знову к разговору о политике. Вернемся. Такая неделя, що нужно уделити этому больше времени. Разобратися нужно. За разговорами об увольнении старого премьера і назначении нового немного забылся один момент. Вот этим же постановлением, которым Рада заменила Яценюка на Гройсмана, депутаты проголосовали, і щоб отменить двойку ушедшему правительству. Помните, не так давно работа Кабмина Яценюка была признана неудовлетворительной. Так вот, в коридорах власти неофициально рассказывают, что одним из условий своей отставки обиженный Арсений Петрович попросил это постановление на прощание отменить. Ну, согласитесь, удивительная история. Ну, вот если, к примеру, вашему сыну или внуку в школе вот в такой обычный дневник двойку поставили. От того, что его в дневнике сотрешь резинкой, ну, двойка-то ведь так двойкой останется. Но правительственная арифметика, она, видимо, другая. Не от парламента правительство попросили все-таки стереть. Да так, публично и до дыр. Новому правительству придется, видимо, работать над ошибками прежнего. Мы попробовали сформулировать топ-5 самых главных просчетов Кабинета Министров Арсения Яценюка. Ну, во-первых, это обещание сократить чиновничий аппарат. Оно так и осталось обещанием. В Украине трехсоттысячная армия чиновников, и большая часть ее неэффективна. Украина так и не провела судебную реформу. Не прошла переаттестация судей, не заработали суды присяжных. В правительстве Яценюка много говорили о приватизации, но в руках у государства до сих пор остаются около трех тысяч компаний. Только половина из них реально работают, но большая приватизация так и не наступила. Инвестиционный климат, о котором было много громких заявлений, не улучшился, а скорее наоборот. Мировые бренды в страну не зашли, правила ведения бизнеса остаются сложными для понимания иностранцев. И реформа медицины забуксовала. Страховая система так и не заработала, и пациенты по-прежнему надеются только на себя. Что новое правительство будет делать с этими и другими проблемами? Об этом мы решили спросить у них самих. Четыре человека нашли время, чтобы ответить. Давайте посмотрим, что сказали нам министры и вице-премьеры. Новому вице-премьеру по европейской интеграции Ване Климпуш Цинсадзе 44. Такой должности в Кабмине еще никогда не было. Нардеп от БПП. Когда-то работала корреспондентом Би-Би-Си, в том числе в Вашингтоне и в Тбилиси. Закончила педагогический ИКИМО. В декларации всего 80 тысяч дохода. Но вице-премьер человек не бедный. Муж бывший грузинский дипломат и миллионер занимается продажей элитных авто. У Климпуш Цинсадзе жилой дом и три квартиры. Говорит, главная задача, чтобы соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработало. Главным приоритетом на ближние месяцы, напевно, это три вещи. Я уверена, что доведется к работе Министерства закордонных справ в плане доведения до позитивного результату отримания Украины безвизового режима. Я думаю, что нам нужно будет довести до конца с нашими европейскими партнерами введение в действие попри результаты Нидерландского референдума угоди про ассоциацию и всеотяжную зону для того, чтобы все склалося один в поле не воин. Завдание вице-премьера это, как я его вижу, как я его понимаю, это координация, контроль, моніторинг выполнения этих спільных скоординованных и, очевидно, просувание, наполегливое просувание тех вещей, на которые мы погодились с коллегами в Кабинете Министров. Экологией будет заниматься 44-летний львовянин Остап Семирак. Физик и политолог, выпускник легендарной Могилянки, был депутатом от Батькивщины, потом министром Кабинета Министров, организовывал работу первого правительства Иценюка. Семирак, третий официальный миллионер в Новом Кабмине, помимо Петренко и Авакова, в прошлом году заработал по 2 миллиона гривен от продажи недвижимости. У министра две квартиры, в том числе элитная на Печерске. Обещает убрать коррупцию из министерства. Для меня важно сделать изменения в принципе ведения политики. Министерство, которое сегодня украинский парламент поручил меня уважать, на жаль, имеет дурную славу, славу непрозорых, коррумпованных решений. И это первый выклад, который стоит перед урядом и передо мной как членом этого уряда и членом команды Народного фронта, которая меня делегировала для работы в этом уряде. Поэтому я буду вперше сфокусоваться на формировании четких, прозорых и зрозуменных правил работы нашего министерства и всех чиновников и центральных органов и законов влади, которые скеруются и координуются самым министерством. Другой для меня, как для человека, которая является поборником, не побоюсь этого слова, европейской интеграции, гармонизации украинского законодавства до стандартов Европейского Союза важливым пріоритетом. И порядок Денной Асоциации, который был подтверден предъем Урядом на челе с Арсенем Яценюком и нашими партнерами с Европейского Союза, с Европейской Комиссией, почти половина пунктов порядка Денного Асоциации относится как раз работы, которая ведет до реформы управления природными ресурсами, управления экологической ситуацией. Окремо, я хотел бы зупиниться, чтобы наша работа фокусировалась на работе с Чорнобильской зоной, зоной відчужения. Цей рік є особливий рік, 30-та речниця від моменту Чорнобильской катастрофы. И я хотел бы, чтобы наша команда, наш уряд и Министерство экологии и природных ресурсов стало локомотивом нового погляду на Чорнобильскую зону, на ту ситуацию, в которой там є. И мы начали с зоны трагедии переходить до реализации возможных потенциальных позитивов. Новому министру сельского хозяйства Тарасу Кутовому недавно исполнилось 40. Экономист три высших образования, в том числе и Академия СБУ. В Раду пришел в 2012 от партии удар Кличко. Глава одного из самых хлебных министерств человек небогатый. В декларации ни недвижимости, ни земли, нет даже автомобиля. За весь прошлый год заработал всего 81 тысячу гривен. То есть, по сути, жил только на 6 тысяч депутатской зарплаты. Кадровых чисток проводить не намерен обещает усилить поддержку фермеров. Я бы говорил про первый компонент реформы, потому что реформа в загалом в галузе нужна. Она идет сейчас и продолжается. Первым компонентом этой реформы я назвал активизация и фактически презентация аграрному комплексу заходов по поддержке аграрии. Перш за все мова идет про предприятие с обсягом обработки земли меньше 500 га. На мою думку, это именно тот кластер предприятий, который требует поддержки. Она будет комплексной, в ней будут новые подходы, которые до этого не были использованы в Украине, но широко использовались и в Европейском Союзе, и в США. Потребно сделать маленьких предприятий на селе сьогодні конкуренто сдатными с большими гравцами, а для этого им нужно дать помощь. Эта помощь будет выражена и в финансовой поддержке, вместе с тем она будет выражена в возможности использования маленьких предприятий инфраструктуры, которая сегодня находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольства. Я думаю, что в комплексе это створит для них додатковой возможности, они в первую очередь нам нужно решить черговые горячие питания, которые накопичились. Нам нужно успешно закончить учебный год. Надо сделать так, чтобы все дети получили документы обеспечить 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 обеспечения Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова За економіку. За економіку отвечає тепер Степан Кубів, перший зам глави нового правительства. З нами зараз на связи. Вечер добрий. Степан Іванович, хочу вам поставити перше питання з огляду на ті скандали, які супроводжували Міністерство економіки. Корупція – це головна проблема української держави. Головна проблема української економіки. Що ви особисто збираєтеся робити для того, щоб цю корупцію подолати, зупинити? Сьогодні корупція – це система, яка є вмонтована в кожен бізнес-процес, кожну державну дію. А знаєте чому? Тому що була закритість. І саме якраз, коли ми говорили в Міністерстві економіки і з головою ще парламенту, а потім вже відповідно сьогодні з прем'єр-міністром України і з президентом України у п'ятницю, що прозорість, однозначність і відповідальність, фаховість кожного працівника повинна відповідно дати результат. Тут також можна зачепити питання і правоохоронних органів. Багато зроблено змін. Ми говоримо про антикорупційну прокуратуру, ми говоримо про питання ДБР, ми говоримо про Міністерство внутрішніх справ, ми говоримо про більше 15 підрозділів, які займаються корупцією, а корупція поглиблюється. Тільки прозорість, тільки покарання кожної людини, яка робить або має умисль робити даний процес. Саме головне, чому корупція проходить в нас, ми чуємо гучні справи від багатьох правоохоронних органів щодо затримані на хабарі, затримані на зловживаннях службових. Статистика повинна бути не на затриманні. Скільки прийнято судових рішень? Скільки людей покарано? Оце головна прогавина, яка послідовно не дозволяє завершити той процес боротьби з корупцією. Якщо не тільки про боротьбу з корупцією говорити, то ми щойно у ваших колег, міністрів, пані віце-прем'єра розпитували про їхні пріоритети. А ви можете сформулювати ваш особистий пріоритет, як нового міністра економіки, як першого заступника голови уряду? До основних аспектів я відношу те, що легкість ведення бізнесу, що залежить від Міністерства економіки, повинна бути однозначно покращеною. І плани такі 3-4 роки ми повинні війти щодо критерії легкості проведення бізнесу в топ-20. Правила прозору, ми говоримо про державні закупівлі, які повинні бути продовжені. Всі державні відомства, всі міністерства дозволять за декілька років, а це теж я орієнтуюсь попередньо, бо глибокого вивчення цифр, в мене не було ще можливості і часу, дозволить зекономити державних коштів біля 50 мільярдів гривень. Великий пласт роботи, який потрібно провести щодо державних підприємств. Їх є більше 3,5 тисяч. Стратегічні підприємства на попередній аналіз сягають більше 100. Це може бути 100, 120, 130. Тому що знову треба дивитися і аудит, треба дивитися і ефективність, треба дивитися і щодо дійсно стратегічного забезпечення. Друга категорія – підприємств, які будуть цікаві для приватизації, особливо малим і середнім бізнесом, які дозволять створити нові робочі місця, які стануть прибутковими. Це вже буде завдання Фонду державного майна, залучено відкритих експертів, спеціалістів. І третя категорія цих підприємств – це підприємства, які станом на сьогодні не є ефективними. Вони не тільки є збитковими, вони є збанкрутілими. Там інша повинна бути процедура. Пріоритетним завданням – це є продовження роботи Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку і держав-партнерів, які надали інвестиції. Це дуже важливий аспект, тобто ми продовжуємо реформи, вони повинні бути ефективні, приземлені. Ви знаєте, мені 55 років, я не думаю за майбутні вибори чи майбутню кар'єру. Я думаю за те, що перебування моє на посаді першого віце-прем'єра і дорученими відповідних міністерств, за які я буду відповідати, говорить про наступне. Зробити сьогодні так, щоб було якісно оцінено і сьогодні, і на майбутнє. Це по совісті, це по державному і це відповідально. Я вам дякую. Я вас спеціально не перерывав, для того, щоб просто глядачі могли вас почути, побачити, роздивитися і зрозуміти ваші пріоритети. Степан Кубів був з нами на связі, перший вице-прем'єр-миністр України, новий міністр економіки і, що немаловажно, чоловік, який був комендантом Дому профсоюзів во времена Майдана, який там все організував. Спасибо большое, що були на связі, я вам дякую. Продолжим. Ще одна тема, в якій придеться розбиратися, вот наверняка уже не тільки першому вице-прем'єру, а всему Кабмину. Карпати. Карпати на грани екологічної катастрофи. Там массовая нелегіальна вырубка леса. Рубят гектарами. Пилы работають буквально днём і ночі. Лес йдёт за границу, так называемый кругляк. Цена вопросом – миллионы долларов. О лесних баронах і лосеючих Карпатах. Наш спецкор Роман Бачкала. Лес рубят, щепки летят. Такими темпами вырубки от Карпат скоро нічого не останется. Сколовський район, недалеко от Львова. Богдан знает все тропинки этого леса. За последние годы они превратились в настоящі трасси. Лесовозы їздять і днём, і ночі. С высоти птичьего полёта всё как на ладони. Гектары срубаного леса. Масштаб почти экологической катастрофи. Чем дальше в лес, тим меньше дров. Вот такими гусеничными тягачами браконьеры поднимаются на самые горные вершины. І там делают своё чёрное дело. Рубят лес подальше от дорог, как правило на горных вершинах, чтобы нічого не було видно. І сплавляють горними реками. Тому і вода, посмотрите, вместо прозрачної, така вот мутнає. Це так называємова база погрузки. Тут браконьеры накапливали спилений лес і вивозили далі якісь обломки деревьев. Некоторі сожжені, словно преступники пытались унічтожити доказательства своєго преступлення. І вот в якому вигляді тепер горний склон, він осыпається, обнажає корневища здорових, живих, пока ещё деревьев. Лиш на перший взгляд лес кажется глухим. Система оповещения между браконьерами отлажена. О нашому приїзді вже наверняка знают. І хто-то даже перегородил дорогу. Закрыли дорогу. Перевернів? Я не думав. Все эти деревья спилили совсем недавно. Повсюду запах свежей хвої. Хто по документам, скорее всего, вони больні, що дає основання для так называемой санитарной рубки. Хто ми видим абсолютно здорові деревя. Такі стволи можна хорошо продати. Звук техники, слухи человеческі голоса. Не видно, що там відбувається. Ось зараз ми взлетим і посмотрим. Повсюдуємо, що де-то зовсім рідом режуть і вже грузять лес. Тобто десь поруч є залізнична станція. І воно туди ввозить цей ліс. Дійсно. Нужно быстро, поскольку... Водітей спокоїн, документи в порядці. Вирубка відбувається свідомо містного лесхозу. Звук. Лобці, натекайте! Осторожно! Вот це, по-моєму, реакція. Це лучший відповідь на питання, законно тут пилят ліс чи нет. Наконец-то встречаємо когось, хто не пытається від нас убіжати. Николай Лісник цих угодій уверяє, рубки законні. Ліс болен, тому його пилят. Чому він раптом почав хлорити? А він не раптом, він вже більше 15 років хворіє. От саме десь нам так і кажуть, що от як у нас корупція почалася, він почав хворіти раптом, не жаль. Ні, ну ясно, що всіх ведуть, але що, бачите, там, ну, всі питання до начальства. Їдемо к начальству, на виїзді із лісу нас вже ждуть. Добрий день, а що відбувається? Нам хтось заважає проїхати? Ми знімальна група, телеканал «Интер». А що ти блатує? А він не блатує, він робить свою роботу, він оператор. А може ви теж браконьєри, чи ні? Вони представились як общественность і стали объяснять, чому потрібно пилить ліс. Те так само, що ліси роблять, якщо не беретеся, не встретитеся. Ви не в лісхозі працюєте? Ви так гарно знаєте тему, а це ліси? А річ в лісі? Річ в тому, що я працюю з вас. Я в горіях, ну, є. Приїжджаємо в лісхоз, всі ті ж лица. О, добрий день. Ось той самий представник громадськості. Начальник. Ось нам якраз до вас. Ви можете сказати на 100% що у вас немає незаконних виробів, що у вас немає корупції, що у вас немає хабарництва? Можете, так, так не сказати. Глава лісхозу уверяє, ліс больной і старий. Вот і вся причина робок. То вам вигідно, щоб ліс болів виходить? Ви тоді більше можете продати? Я кажу, а продати більше, більше продати, ніж я, з допомогою, що ми не можемо. В лісхозі показують цілі стопки научних заключень. Якщо їм вірити, то лісники просто обязані унічтожити Карпати. Заключення департаменту екології. А вот і екологи. Начальник департамента екології Львівської області уверяє, лімітів на робку в природозаповедній зоні більше не видаються. Впрочем, це не мешає пилить ліс по старим лімітам. Глава екологічної інспекції добавляє, лісхозі систематично злоупотребляють своїм правом на проведення санітарних робок. І їх за це наказують. Скільки сіло до в'язниці? До в'язниці? Ну, на жаль, це не наша компетенція. Скільки звільнено? Теж не наша компетенція. Скільки хоча поштрафовано? Поштрафовано. Якщо пам'ять не зраджують, то сім чоловіків. Але штрафи мизерні. Древесина гораздо дороже. Пожалуй, спасти Карпат і може тільки мораторій на сплошні рубки. Об цьому давно говорять і чиновники, і депутати. Але мораторія нет. А ліс тем временем продолжає трубить на корню. Роман Бачкала, Олег Ярофеєв, Дмитрий Колос, Ірина Дьяченко. Подробності недели. Телеканал «Интер». Незаконна вырубка леса, контрабанда, грабежи, угон машин. Согласитесь, новости об этом за последнее время стали уж очень частыми. І експерты, і политики, і сами правоохранители говорять о волне преступності, которая накрыває Україну. Легкий доступ к оружі, очень сильне падение экономики все це приводить к росту числа преступлений. І большинство із них так і остаються нераскрытыми. В тому числе і самые громкі. Знаєте, я не так давно разговарився, неофициально, просто дома на кухне, с бывшим прокурором Киева, причем работав он уже во времена независимости. Так вот, меня поставив в тупик его вопрос. Он меня спросил, как ты думаешь, сколько убийств происходило в столице вот в его времена? Вы как думаете, сколько за год? 200, 100, 50? Оказалось, 8. За весь год 8. Ну, сейчас статистика, увы, совсем другая. Соглашусь, да, жизнь тоже другая. Но почему-то даже самые резонансные убийства остаются нерасследованными. Елена Механик об этом. Убийство на улице, похищение людей, статистика громких преступлений идет вверх. Центр Киева, 2 часа дня. 8 пуль, выпущенных бизнесмена возле собственного спортклуба. Убийца скрылся. Правоохоронцы докладают усилий, чтобы установить особу подозрванного и затримать его. Исчезновение водителя сервиса «Блаблакар». Тарас Позняков с двумя попутчиками выехал из Львова в Киев. По дороге водитель пропал. Машину нашли. Тараса ищут уже вторую неделю. У нас основных версий пока что было то, что завладение транспортным засобом. История гибели адвоката Юрия Грабовского, защищавшего российских грушников, тоже наделала много шума. Его тело со следами побоев и простреленной головой нашли в Черкасской области. Дело запутанное. Следствие берет паузу для прессы. У этой справки есть продолжение. Я замужен с певных процессуальных предметов, а также и других обстоятельств, в подальшем обмежиться от комментариев. Адвокаты, друзья Грабовского, на официальное следствие не надеются и ведут собственное расследование. У нас в стране, к сожалению, доверие к правоохранительным органам с каждым днем все меньше и меньше. И те вещи, которые рассказывают независимому адвокату, не всегда расскажут следователю. Преступность двухтысячных не чита 90-м, говорит юрист Максим Гольдер. Он бывший прокурор, ситуацию знает изнутри. 90-е годы покажутся такой, знаете, разминкой в уголовной среде. Громких преступлений все больше, раскрытых дел меньше. Причины перечисляют буквально по пальцам. Развал полиции, раз. Полиции и милиции, раз. По сути, развал прокуратуры. Уничтожение специальных подразделений, которые раньше боролись с преступностью в милиции. Неконтролируемый поток оружия, наркотиков и прекурсоров. Чем громче происшествие, тем тише следствие. Как пример, дело писателя и журналиста Олеся Бузины. Вчера был ровно год с момента убийства. Его расстреляли возле собственного дома. В деле двое подозреваемых. Майдановцы и бойцы АТО. Медведька и Полищук. Первый под личным обязательством. Я мушу носить электронный засип контроля. Это браслет. Вот он у меня на носик. Вот. И вот такую вот штуку с собой. А сюда полиция Шевченковского района звонит и периодично питает, как у меня справа. Второй без ограничения свободы. Он утверждает, в день убийства был в зоне АТО. Прокуратура его алиби не признает. То, что мне потом показали, это вообще абсурд, как таки может быть, если в той... Ну, там какие-то часовые градации, если я постоянно был на фронте. Громкое задержание двух подозреваемых в убийстве Бузины сменилось вялотекущим следствием. Ну, в целом, за весь этот час, никакого официального допыта так и не произошло. Меня никуда не выкликают. Бесконечные судебные заседания, пристальное общественное внимание, нестыковки в деле одна за одной. Досудебное расследование то шло, то снова приостанавливалось. Есть ситуация, когда подозреваемый ховается от правосудия. У нас склалась наоборот ситуация, когда правосудие ховалось от подозреваемых. Мы не могли почти два месяца найти справа. Ее то передавали в Одессу, то в Генеральную, то с Генеральной в Киев. Хотя подставой для передачи и в Генеральную прокуратуру, заступник Генерального прокурора зазначил, неэффективное проведение досудового расследования. Прокуратура обвинения в свой адрес не принимает. Досудовое расследование продолжено до 12 месяцев. Это непростый злочин. Именно поэтому расследование потребует очень большого времени. За год следствия для матери Олеси Бузины история стала только запутаннее. Я понимаю, что мне никто не вернет Олеси. Никто не вернет Олеси. Но я не могу спокойно жить и спокойно спать. Я хочу знать, кто это сделал. Кто? Неожиданный поворот адвокатом матери Бузины стал бывший заместитель генпрокурора Кузьмин. Несмотря на то, что сам находится в международном розыске. Как он собирается участвовать в судебном процессе, если даже чтобы записать интервью, нам пришлось долго договариваться через посредников. И вот какой видеоответ нам передали. Я собираюсь лично участвовать во всех следственных действиях. Я направил ходатайство об ознакомлении с материалами, но ответа из прокуратуры пока не получил. Следствие выходит на финишную прямую. Через два месяца дело в отношении подозреваемых Медведька и Полищука должны либо передать в суд, либо снять с них обвинение. Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но дело Бузины только одно в той волне преступности, которая накрыла Украину. И многие резонансные дела расследуются по одному сценарию, словно под копирку. Следствие может идти вяло, затягиваться, могут с ним происходить разные коллизии. Судьи занимать удивительную позицию, и в итоге результата нет. Не раскрыли по горячим следам, считает дело остыло. Это поговорка опытных следователей. Сейчас, получается, остывает много материалов. Ведь по статистике, например, на одного полицейского может приходиться одновременно не одна сотня разнокалиберных дел. Елена Механик, Наталья Неделько, Владимир Самченко, Андрей Кузнецов. Подробности недели, телеканал Интер. И еще о происходящем просто в тот момент, когда наш с вами выпуск выходит в эфир. Мировые информационные ленты переполнены сообщениями из Эквадора. Там более двух сотен погибших. На данный момент сообщают о 235. И еще около полторы тысячи пострадавших. В ночь на воскресенье там произошло страшное землетрясение. Сила подземных волчков достигала почти 8 баллов. На глазах у людей рушились их дома, земля проваливалась под ногами. По мере того, как спасатели сейчас, вот просто в эти минуты, разбирают руины, статистика жертв увеличивается. В спасательных работах принимают участие около 10 тысяч солдат, 3,5 тысячи полицейских. Также на помощь эквадорцам своих спасателей направили власти Мексики и Колумбии. Почему эта тема для нас с вами важна? Потому что часто украинские туристы туда ездят. Вот просто в эти минуты мы попытались связаться с украинским посольством в Перу. Коллеги, дайте меня в кадр, пожалуйста. Я хочу зрителям рассказать. Это важнее. Просто в эти минуты мы попытались связаться с украинским посольством в Перу. И наша международная редакция звонила. И я с мобильного просто набирал. Дело в том, что именно наши дипломаты, работающие в Перу, отвечают. И за Эквадор тоже. Важно было сообщить вам, есть ли среди пострадавших украинцы, украинские туристы. Или все с ними обошлось. Потому что, может быть, у кого-то из вас домашние, родные, близкие в эти минуты в Эквадоре попали в эту страшную катастрофу. К сожалению, украинские дипломаты трубок не берут. Я понимаю, что воскресенье, хотя там 6 или 7 часов разницы, там еще день. И, по всей видимости, в такой ситуации должен быть рабочий день. Будем заканчивать на этом. Уже наши коллеги из утренних новостей явно смогут вам сообщить детали, подробности. Ну и будем надеяться, что все-таки никто из украинцев в этой катастрофе не пострадал. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете. До встречи в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин